Попадая на территорию храма в честь нерукотворного образа спасителя города Всеволожска, поражаешься благоустроенностью и аккуратному виду всего церковного комплекса. При храме действует воскресная школа. Наши петербургские корреспонденты побывали в гостях у прихода. Занятия в воскресной школе начались еще в 1990-е годы при настоятеле протеерей Игоря Скопце. Первые уроки были в недостроенном здании. Дети сидели на деревянных брусьях, на земляном полу. Постепенно храм стал возрождаться, вместе с ним школа. Появилась большая и дружная община. Воскресная школа имеет детскую и взрослую аудитории. Как правило, конечно, это наши основные прихожане, большая часть молодежи. Очень важно то, что большая часть молодежи, которая пришла сравнительно недавно, год, два, три в наш храм, для которых очень интересна любая тема, которая заявляется. Ну и, конечно, постоянные прихожане, которые уже и пять, и восемь, и десять лет находятся, приходят, составляют, как бы костяк нашего прихода, тоже участвуют. И уже более, может быть, опытные какие-то зрелые советы или участвуют в обсуждении, какие-то такие выкладки дают. Дети изучают закон Божий, Евангелие, церковно-славянский язык, светскую культуру и литературу. Занимаются бисероплетением. Дети особенные, необычные, которые, наверное, в жизни даже где-то более, ну, что ли, продвинутые, из такого современного языка, к Богу. В плане отношения, в плане вот знания, в плане даже тех вопросов, которые они иногда задают, и иногда могут поставить просто в тупик взрослого преподавателя. Летом дети приобщаются к вере в православном лагере на острове Коневец. Старшие дети курируют младших, проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Лариса Николаевна замечает, что выпускники местного техникума через 5-10 лет становятся прихожанами храма. На днях в храмовом комплексе была освящена крестильня. Событие освящения часовни для меня, как для катехизатора, является очень знаковым, потому что теперь люди, взрослые, могут креститься по древнему христианскому чину с полным погружением. И это тоже является продолжением, движением вперед нашего храма. Помимо того, что существует отдел катехизации, существует воскресная школа в нашем храме, существует множество разных мероприятий, разных паломнических поездок, и всего-всего много и не перечислишь сразу. И все это происходило на моих глазах в течение 10 лет, пока я являюсь прихожанином этого храма. Приход совершенно живой, но самое главное, что основой прихода является сам приход люди. Еще на территории комплекса разбит фруктовый сад. Идеей создания этого сада, конечно, был отец Роман. Может быть, это связано с тем, что он сам житель не городской, он из Изборска родом, Псковской губернии. И, соответственно, ему близко все, что связано с сельским хозяйством, с природой. Его идея была создать здесь сад для прихожан, чтобы люди могли, находясь в нем, оторваться немножко от привычного городского уклада, немножко отдохнуть, может быть, почитать Иисусову молитву под этими деревьями прекрасными. Ну и плоды, урожай определенным вещественным образом тоже помогают нашему приходу.